Россия Украинские военные соблюдают указ президента Петра Порошенко не вести боевые действия в 40-километровой зоне вокруг места катастрофы Боинга-777 С таким заявлением на брифинге в Нью-Йорке выступил постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев Таким образом, все российские обвинения в наш адрес ложные К тому же, подчеркнул Юрий Сергеев, террористы продолжают обстреливать место катастрофы чтобы уничтожить доказательства своей причастности к обстрелу лайнера Дипломат попросил международное сообщество оказать давление на Россию чтобы она заставила террористов предоставить доступ к месту падения самолета международной команде следователей Президент Петр Порошенко уполномочил рабочую группу в четверг на переговоры в Минск Там должны решить вопрос о доступе международных экспертов на место крушения малазийского самолета Об этом заявил глава государственной комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы Владимир Гройсман Также принято решение разместить поблизости с местом крушения базу, где смогут расположиться международные эксперты Вместе с тем он отметил, что украинские военные не будут в силы восстанавливать контроль на месте падения Боинга По его словам, власть предлагает для мониторинга ситуации использовать беспилотные средства для технического исследования территории Они засвидетельствуют, что украинская армия в этом районе боевых действий не ведет Международным наблюдателям из миссии ОБСЕ сегодня снова не удалось добраться до места падения Боинга малазийских авиалиний на востоке Украины Как сообщается в заявлении ОБСЕ, представители миссии уже в течение нескольких дней не могут попасть на место катастрофы Из соображений безопасности наблюдатели пытались проехать к месту разбившегося самолета Однако после того, как увидели признаки боевых действий, вернулись обратно в отель в Донецке Глава наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Эртуг Рул Апакан надеется, что уже в четверг международные эксперты смогут попасть На место крушения малазийского лайнера по безопасному коридору Российская Федерация подала международной комиссии по расследованию катастрофы малазийского Боинга сфальсифицированные снимки с места падения лайнера Таким образом, Москва пытается убедить следователей, что по самолету стреляли украинские военные Служба безопасности Украины раскрыла ложь Кремля К тому же обнародовала доказательства военной агрессии северного соседа против нашей страны О них увидите в сюжете, он сейчас готовится к эфиру Кремль продолжает снабжать оружием пророссийских сепаратистов на востоке Украины В том числе ракетными пусковыми установками, артиллерийскими системами, танками и средствами ПВО Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Пентагона контр-адмирал Джон Кирби Кроме того, возле границы с Украиной все еще сосредоточено более 10 тысяч российских военных И там же сконцентрирована артиллерия, средства ПВО и другая военная техника Американский военный отметил, что это хорошо подготовленные тактические группы И сейчас они находятся ближе к границе Украины, чем весной этого года Москва предлагает Совбезу ООН принять резолюцию по развертыванию российских миротворцев В зоне падения малазийского Боинга Об этом заявил глава министра иностранных дел России Сергей Лавров На встрече с молодыми таджицыми дипломатами в Душанбе Это прозвучало в ответ на введение ЕС и США новых санкций против Кремля И призывы Запада оказаться влияние на пророссийских сепаратистов Предложение ввести так называемый миротворческий контингент в Украину Уже неоднократно звучало от высокопоставленных лиц Кремля Однако на официальном уровне оно озвучено впервые Семь танков из России прорвались на территорию Украины По направлению Новая Надежда, Россия, Дебровка, Украина Об этом сообщают в СНБО Кроме того, из России в сторону Черниговского погранотряда Движется военная колонна из 15 единиц техники В том числе две установки ГРАД, одна БМП, два бензовоза И около 10 автомобилей с личным составом А на железнодорожную станцию Кантемира в Коворонежской области Что в 20 километрах от границы прибыл эшелон с 5-10 танками Сообщили в Госпогранслужбе Тем временем силы АТО ведут бои одновременно на нескольких направлениях Сужая кольцо вокруг захваченных террористами территорий По информации спикера СНБО Андрея Лысенко С территории России был обстрелян погранпункт Мариновка Села Амвросиевка-Степановка Тем временем украинская армия освободила Авдеевку И начала защищать от боевиков город Иловайск Также продолжаются бои на окраинах Донецка По словам Андрея Лысенко, боевики, которые находятся в городе Обустроили свои казармы, опорные пункты И огневые точки в школах и детских садах В Ровеньках Луганской области Боевики развернули артиллерийскую батарею с 10 пушек В Ровеньках Донецкой области Боевики ввели комендантский час Запрещено движение на частных автомобилях Отсутствует вода и продукты питания в магазинах В Горловке Донецкой области Боевики начали принудительную мобилизацию мужчин Большинство мужского населения скрывается За последние сутки боевики несколько раз Атаковали стратегическую высоту Саурмагила Террористы пытаются вернуть Курган С которого постоянно обстреливали позиции операции Тем не менее украинские военные успешно отбили Все контратаки По информации Государственной пограничной службы Украины Огневую поддержку террористов под Саурмагилой Осуществляли военные Российской Федерации Из района села Новоалександровская Установки ГРАД стреляли с расстояния 200-300 метров от границы Отмечают в СНБО Служба безопасности Украина задержала в Киеве Снайпера террористов самопровозглашенной ЛНР Он пытался затеряться среди вынужденных переселенцев Гражданин Украины еще в советской армии Прошел подготовку по специальности снайпер-стрелок На Востоке он принимал участие в более чем 10 боях террористов силами АТО В частности, вблизи села Роскошное, Металист и Лисичанск По словам задержанного, за участие в боевых действиях На стороне бандформирований он получал вознаграждение в российских рублях С апреля месяца поверил в русскую весну, так сказать И был на стороне луганского ополчения Был в металлисте, роскошное было Это поселки возле Луганска Когда понял, что все это неправильно Я сел инкогнито, приехал в Киев В МВД определили, кто понесет ответственность за поддержку сепаратизма По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Герасченко Предварительно классификация лиц, которым могут быть предъявлены обвинения в терроризме Включает семь категорий Под санкции, прежде всего, попадают должностные лица органов власти Крыма Которые содействовали проведению незаконного референдума 16 марта Соответственно, начало сепаратизма по всей Украине Помимо уголовной ответственности, имущества лиц, которых суд признает виновными Предлагают конфисковать Их активы пойдут на поддержку семей раненых и погибших военнослужащих Эти друзья должны теперь отвечать не только лишениям своей свободы Они должны отвечать всем своим имуществам И мы надеемся, что Верховный Совет и все органы власти Президент поддержит такую инициативу Министерства внутренних дел Потому что не гоже, когда в том числе и миллионеры В том числе и богатейшие люди в Украине и в России Занимаются спонсированием терроризма и сепаратизма В результате взрыва гранаты в селе Берестовое на Донечине Один человек погиб на месте, а второй скончался в больнице И еще семь человек получили тяжелое ранение Среди пострадавших дети Милиция возбудила дело по факту взрыва Сообщили пресс-службе МВД в Донецкой области Предварительно установлено, что двое юношей под Лисичанском На месте проведения боевых действий Нашли две гранаты И принесли их в частный двор в своем селе Вероятно, пытались разобрать В государственной службе по чрезвычайным ситуациям напоминают Взрывоопасны предметы Ни в коем случае нельзя трогать И пытаться разрядить самостоятельно Обезвредить взрывчатку могут только специалисты Значит, парш на парш, начипаты Значит, в первую очередь не трогать Оградить и предупредить всех присутствующих Что есть такая опасность И по телефону 101, который действует по всей Украине Вызвать спасателей Они разберутся, что делать с такими подарками от бандитов Подарунками от бандитов Славянск возвращается к мирной жизни В городе к энергоснабжению подключили почти 98% потребителей Заявляет глава госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Сергей Бочковский Он отметил, что из 227 лифтов в домах Славянска восстановлен 201 Функционирует хлебзавод, работают 11 детских садов и 6 бригад скорой помощи По словам главы ГСЧС, отделения Укрпочты и Сбербанка начали выплату пенсий И не только текущих, но и с учетом задолженности Восстановлено 30 маршрутов городского транспорта в городе И 15 пригородных маршрутов Сергей Бочковский также рассказал, что представители ГСЧС Расчистили 70 километров улиц и дорог Разобрали 78 завалов домов А саперы в городе уже проверили 557 зданий Где-то приблизительно с 6 июля Пиротехническими подразделениями нашей службы в городе Славянск И на прилегающих территориях Было выявлено около 6000 единиц боеприпасов Из них 400 артиллерийских снарядов Больше 500 минометных мин Столичный аэропорт Борисполь усилил меры безопасности На входах в терминалах Б и Д Для проверки багажа и ручной клади Дополнительно установлено 6 рентген-телевизионных установок И 10 рамок металлодетекторов для проверки людей Дополнительные досмотры теперь проходят не только пассажиры Но все без исключения посетители терминалов аэропорта Усиление безопасности вызвано обстановкой в стране Катастрофой малазийского Боинга А также постоянными звонками О якобы минировании столичных торговых центров Железнодорожного вокзала и других зданий Усилены кроме этого и меры безопасности на привокзальной площади В самих терминалах Вот сейчас тут, где мы с вами находимся Эту точку отслеживает свыше 40 камер Усилен персонал, который отслеживает полностью по всему периметру аэропорта Видео с камер видеонаблюдения То есть мер достаточно много, чтобы говорить, что пассажиры нашего аэропорта Могут чувствовать себя спокойно Украина готовит юридический пакет документов Относительно возвращения Крыма Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалый По его словам, восстановление нормальных отношений Украины с Россией А также Евросоюза с Федерацией Невозможно без прекращения незаконной аннексии полуострова В администрации президента уверяют Крымский вопрос находится на повестке дня Тем более, что Украина нашла адекватную поддержку В виде санкций, которые ввели относительно России, ЕС и США Крымский вопрос находится на повестке дня И официальная позиция Украины Крым был, есть и будет украинским Это займет время, но мы сейчас работаем над юридическим пакетом Который сделает возможным в будущем это решение Евросоюз официально внес в черный список санкций Еще 8 человек и 3 компании Об этом сообщается на сайте Совета С Таким образом, общее число фигурантов этого списка Выросло до 95 человек и 23 юридических лиц Также приняты дополнительные ограничительные меры Против Крыма и Севастополя в сфере инвестиций ЕС запретил финансирование проектов в Крыму и Севастополе В области транспорта, инфраструктуры, телекоммуникации, энергетики А также в сфере добычи нефти, газа и минеральных ресурсов Напомню, вчера Евросоюз отвердил пакет санкций Третьего уровня против России Новые ограничения затронули нефтяную сферу, оборону, поставки продукции Двойного назначения Также приостановлен доступ России к банковскому финансированию и передовым технологиям Впервые страны Евросоюза согласовали секторальные санкции, которые коснутся целых отраслей экономики Документ должен вступить в силу в четверг, 31 июля США ввели санкции против ВТБ, Банка Москвы, Россельхозбанка и Объединенной судостроительной корпорации Кроме того, Вашингтон замораживает кредитование экспорта в Россию и финансирование проектов по развитию С экстренным заявлением про Россию выступил президент США Барак Обама Он вновь обвинил Москву в дестабилизации ситуации на юго-востоке Украины Глава Белого дома заявил, что санкции сделают ибо с того слабую экономику России еще слабее Но одновременно подчеркнул, что обострение отношений с Россией нельзя называть новой холодной войной Это не новая холодная война Это очень специфическая проблема, связанная с нежеланием России признать, что Украина выбрала свой собственный путь Если вы послушаете президента Порошенко, если вы прислушаетесь к украинскому народу, то они последовательно заявляют, что хотят хороших отношений с Россией Но они не могут принять того, что Россия вооружает сепаратистов, ведущих подрывную деятельность внутри Украины С таким не может согласиться ни одна страна И чем скорее Россия поймет, что лучший способ влиять на ситуацию в Украине, это быть хорошими соседями, поддерживать торговлю, а не пытаться диктовать свои условия, делать из Украины вассала Тем скорее мы сможем разрешить этот кризис в отношениях, который привел к трагической гибели стольких людей в Восточной Украине Канада расширяет санкции против России Об этом сообщил премьер-министр страны Стивен Харпер По его словам, Атава планирует усилить политическое и экономическое давление на Москву Из-за тыловой военной помощи Кремля сепаратистам на востоке Украины Действия России угрожают украинскому народу и его законно избранной власти, заявляет канадский премьер Неделю назад Атава ввела санкции против нескольких российских компаний и банков, а также лидеров банформирований на востоке Украины Ну и сейчас к эфиру готов сюжет Виктории Лопатиной о том, что Российская Федерация подала Международной комиссии по расследованию катастрофы малазийского Боинга сфальсифицированные снимки с места падения лайнера Таким образом Москва пытается убедить следователей, что по самолету стреляли именно украинские военные Но украинская служба безопасности раскрыла ложь Кремля и обнародовала доказательства военной агрессии северного соседа Об этом далее в сюжете Российская Федерация подделывает спутниковые снимки с места падения малазийского авиалайнера Об этом заявил начальник контрразведки службы безопасности Украины Виталий Найда Он предоставил для сравнения спутниковые снимки, сделанные украинскими спецслужбами и их российские псевдоаналоги Поддельные снимки россияне предоставили международной комиссии В качестве доказательств якобы обстрела самолета украинскими силовиками Например, на оригинальных снимках от 16 июля на месте расположения системы БУК видно вспаханное поле В то же время на русской подделке от 17 июля это поле не вспаханное То же самое касается лесопосадки Полтергейстра, показанной на российских снимках На самом деле ее вырубили незадолго до этого Российская сторона максимально в короткое время им потребовалось 4 дня с помощью фотомонтажа, ретуширования Сфальсифицировала доказательства, сфальсифицировала спутниковую съемку Для того, чтобы отвернуть внимание мировой общественности от наиболее реальной версии И единственной на сегодняшний день, она признается всеми Про то, что бой в малайзийских авиалинии был сбит именно пусковой установкой БУК М1 Прибывшей в Украину из Российской Федерации Под контроль террористической организации Кроме того, СБУ имеет доказательства военного терроризма России против Украины Факты собирали на протяжении июля по решению президента Петра Порошенко Сообщил глава СБУ Валентин Наливайченко Он обнародовал спутниковые снимки, подтверждающие агрессивные действия северного соседа На снимках зафиксированы в частности коридоры поставок российской техники и вооружения Которые военные федерации незаконно проложили через украинские поля Также на снимках четко отображены места нелегального перехода госграницы российскими диверсантами Пересекая незаконно нашу государственную границу, действуют на нашей территории Убивают людей, обстреливают населенные пункты Украины, совершают другие военные преступления По сути, вся доказательная база, которая вам будет предоставлена Свидетельствует о военном терроризме со стороны Российской Федерации Подчеркиваю, нарушая все мыслимые и немыслимые нормы законодательства Как Украины, так и международного права Также на спутниковых снимках зафиксированы места размещения российской бронетехники А также позиции установок ГРАД на территории Украины Из которых боевики постоянно обстреливают населенные пункты нашей страны Виктория Лопатина, БТБ Постановление суда, обязавшего Москву выплатить акционерам нефтяной компании ЮКОС 50 миллиардов долларов, угрожает кредитному рейтингу России Такое мнение озвучили аналитики рейтингового агентства МУДИС Они расценивают это событие как неблагоприятное, поскольку оно представляет собой Значительное обязательство для суверенного заемщика Напомню, в понедельник Международный арбитражный суд в Нидерландах Обязал Россию выплатить 51,5 миллиарда долларов Компенсации ущерба акционерам ЮКОСа И заявил, что подчиненные Владимиру Путину официальные лица Манипулировали системой правосудия для банкротства крупнейшей нефтяной компании От введенных санкций больше всего пострадают государственные компании России Газпром и Роснефть Под угрозой окажутся проекты по разработке трудноизвлекаемых запасов и сланцевой нефти В этом случае суммарная добыча черного золота может снизиться на 10% А это 50 миллионов тонн ежегодно, отмечают эксперты При этом негативные последствия от ограничений будут ощущаться по прошествии нескольких лет Напомню ранее, британская дочка энергогиганта Шелл отказалась от разработки в России двух месторождений углеводородов А американская Хали Бертон приостановила отношения с компанией «Газпромбурение» 100% факт, которая принадлежит Аркадию Ротенбергу, включенному в санкционный список США Те вещи, которые сегодня предпринимаются Западом, обещают серьезные проблемы для нефтегазовых компаний России Это не будут действия немедленного характера Это действия долгосрочного характера Это как осада крепости Стены сразу не проламливаются, напрямую штурм не происходит Чтобы минимизировать потери живой силы А наносятся удары по городу, которые дестабилизируют ситуацию из середины Потери России из-за санкций Евросоюза могут превысить 100 миллиардов долларов в течение ближайших двух лет Это почти 6% ВВП страны В такую сумму оценивают убытки российской экономики эксперты издания Еврообсервер Одно из ограничений — запрет на поставку в Федерацию современных технологий, необходимых для разведки и добычи углеводородов Стоит отметить, что четверть всего оборудования, используемого в нефтегазовой отрасли, приобретается российскими компаниями за границей Российским военным запретят выкладывать в интернет фотографии и видео из воинских частей и мест учения, где запечатлена техника или вооружение Соответствующий законопроект зарегистрирован в Госдуме Российские законодатели хотят прекратить утечку информации, которая может нанести вред армии или же скомпрометировать ее Необходимость в таком законе появилась после того, как пользователи обнаружили в соцсети фотографии российского солдата Михаила Чугунова Он выложил в интернет снимки установок градами, наносящих удары по Украине с территории России Одну из фотографий он так и подписал — градами на Украину Страничка хвастливого солдата уже недоступна Россия меняет правила торговли с Украиной Для Киева отменит все тарифные преференции Уже готов проект соответствующего постановления Такое решение обусловлено подписанием соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в экономической сфере Теперь Россия отказывается от торговли с Украиной по нулевым ставкам импортных пошлин А взамен вводится обычный торговый режим таможенного союза, применяемый в отношении всех стран-членов ВТО Количество россиян, поддерживающих руководство страны в нынешнем военном конфликте, резко сократилось Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра 55% респондентов считают необходимым поддерживать пророссийские настроенные силы в украинском регионе По сравнению с результатами опросов в мае, их количество уменьшилось на 4% Готовность поддержать Путина в ситуации военного конфликта между Москвой и Киевом выразили только 17% В марте число таких людей было вдвое больше Неочередное заседание Верховной Рады Украины состоится завтра в закрытом режиме Об этом говорится на сайте парламента Принятие необходимых для страны законопроектов под вопросом По словам председателя фракции Батькивщина Сергея Соболева Компромисса по документам о секвестре бюджета, введении чрезвычайного положения в энергетике и реформировании ГТС до сих пор нет Консультации парламентариев и правительства продолжаются В них принимает участие и премьер-министр Арсений Яценюк Тем временем кулуарные переговоры дали понять Отставку Кабмина депутаты не поддерживают На сегодня нет ни одной фракции, которые инициировали развал коалиции Готовых взять на себя ответственность за правительство в данной ситуации Очень конкретное предложение прозвучало из уст спикера Несите кандидатуру премьер-министра Вы слышали такую кандидатуру? Я не слышал Я не чувствую Распад парламентской коалиции запустил механизм, который ведет ко мне очередным выборам Верховной Рады По социологическим опросам проведение преждевременных парламентских выборов поддерживают более 70% украинцев Как качественно перезагрузить Верховную Раду, узнавала Виктория Попович В 2012 году парламентские выборы проводились по смешанной системе 225 депутатов избирали в общегосударственном многомандатном округе по избирательным спискам от политических партий Еще 225 по мажоритарной системе в одномандатных участках Как показывают последние события в Украине, такая система волеизъявления себя не оправдала Посему сейчас для перезагрузки парламента необходимо переписать законодательство, считают общественные активисты Нынешнее законодательство, а, мажоритарка консервирует коррупцию Во-вторых, это законодательство даст пройти в парламент реально Сепаратистам, пособникам Путина, прогульщикам, тем людям, которые кнопкодавили И тем, кто до сих пор не показал декларации Смешанная избирательная система не учитывает тех изменений, которые произошли в Украине, говорят политологи В частности, как проводить выборы на одномандатных округах Крыма Помимо этого, сегодня общество хочет голосовать по открытым спискам, выбирая лишь достойных кандидатов Пока мы будем голосовать по закрытым партийным спискам, мы не сможем влиять на состав Верховной Рады И мы не сможем ожидать демократизации партий А для того, чтобы разбавить парламент новыми лицами, у которых нет возможности провести дорогую предвыборную кампанию Общественные организации предлагают снизить проходной барьер хотя бы до 3% Существование 5% барьера – это консервация системы олигархов И мы понимаем, что на самом деле отмена 5% барьера – это точечный и уничтожающий удар по олигархическим акционерным сообществам закрытого типа, коими сейчас являются политические силы Украины Среди требований общественности числится и прозрачность финансирования предвыборных кампаний Активисты также хотят законодательно закрепить неотвратимость наказания за нарушение прав избирателей при воле изъявлений Ратификация соглашения об ассоциации СИЭС идет по графику Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Валерий Чалый Сейчас документы находятся в МИДе, после чего их отправят на банковую Валерий Чалый сообщил, в ближайшее время в Киеве проведут международную донорскую конференцию Ведь Украине необходимы дополнительные ресурсы для реализации позиций евроинтеграционного документа А также готовится национальная программа имплементации соглашения об ассоциации СИЭС Некоторые позиции документа войдут в парламент в виде законопроекта Я думаю, что этот закон может быть подготовлен в ближайшее время После экспертизы наших европейских партнеров Я предложил на заседании комитета парламента по европейским делам Чтобы не только наши партнеры его видели, но и депутаты парламента Мы ожидаем, что возможно успеют подготовить еще и конкретную имплементационную программу И она может зайти единым пакетом в парламент для принятия общего решения Национальный банк Украины 31 июля вводит в обращение новые памятные монеты Посвященные 180-летию одного из старейших учебных заведений Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Памятные монеты выпускаются в двух номиналах 5 гривен в серебре и 2 гривни в Незильбере На Аверсе монет изображен памятник Святому Владимиру А также портреты исторических личностей, сделавших огромный вклад в развитие университета А на Реверсе изображен знаменитый красный корпус вуза и памятник Тарасу Шевченко Тираж монеты в серебре 3000 экземпляров В Незильбере 20000 Купить памятные монеты можно в территориальных управлениях НБУ и отделениях банков-дистрибьюторов Их список опубликован на официальном сайте Национального банка Украины Выдающиеся украинцы 17-летний изобретатель Денис Смешной придумал, разработал и создал установку, которая позволит освещать жилые дома и улицы с помощью дождя Его изобретение уже может зарядить телефон или закипятить чайник Однако на этом он останавливаться не собирается и уже думает над следующими открытиями С юным гением пообщалась Екатерина Доброгорская Пока ровесники смотрели на дождь и думали о романтике 16-летний Денис, глядя на капли, решил, что энергию можно добывать не только из солнца или воздуха, но и из дождя Ведь когда капля падает, она также имеет определенную кинетическую энергию Сначала я думал, что это будет в виде зонтика Но меня отговорили от этой идеи Ведь вокруг пизоэлемента может образоваться коронный разряд И к человеку можно привлечь молнию и убить Тогда мне предложили сделать в виде панельки, на примере солнечной батареи Ученые рассчитали, если поставить подобные панели на крыше дома То с помощью полученной энергии можно 10 раз закипятить чайник Учитывая, что в среднем мощность чайника 500-600 ватт Принцип действия изобретения Дениса такой Каждое тело, имеющее массу и скорость, несет в себе энергию Также и капля Она отдает свою кинетическую энергию на так называемые преобразователи энергии Пьезоэлементы При сжатии этот пьезоэлемент производит электрическую энергию То есть происходит преобразование кинетической энергии в электрическую А ее сначала накапливают на конденсаторе, а потом используют в зависимости от потребностей Это пьезоэлементы Если на них создавать механическую нагрузку, они будут отдавать электрический ток Постучим по нескольким из них, дадим определенный заряд Теперь посмотрим, зарядился ли у нас конденсатор Напряжение, в принципе, на нем есть, но напряжение там великовато Мы перевели электричество, судя по зеленому индикатору, на внешний круг То есть на трансформатор, уменьшив напряжение до 10 вольт И теперь можно подключить к телефону Мама юного таланта рассказывает, Денис с детства любил что-то придумывать, изобретать и собирать Он все, что нужно, разбирал с моих вещей, все, что ему нужно в электрике Я приду, мам, мне нужно, ну нужно так нужно И фен, и фотоаппарат, и все, что ему под руку попало, то он собирал Меня даже соседи уже приносили, кому чего не надо, может, Денису надо На будущее планов у изобретателя много Сейчас он поступил в университет, собирается разрабатывать приложения для телефонов и планшетов А свое первое изобретение усовершенствовать до двойной модели Когда идет дождь, использовать пьезоэлементы, а в солнечную погоду перевернуть панель и использовать энергию солнца Екатерина Доброгорская, Владимир Настарчук, БТБ В Украине нет этнокультурных и конфессиональных проблем В нашей стране спокойно ладят между собой почти 140 этнонациональных сообществ Об этом заявил правительственный уполномоченный по вопросам этнонациональной политики Геннадий Друзенко По его словам, конфликты возникают редко, и это всего лишь провокация Но даже их необходимо предотвращать А государственная политика в отношении всех народов должна основаться на дружбе, согласии и понимании Украина в целом невозможна как моноэтнический, монокультурный организм Это абсолютно невластиво Украина в целом невозможна как моноэтнический, монокультурный организм Это ей совершенно не свойственно Мы будем лелеять, беречь и развивать дружбу между людьми Дружбу между народами, между различными религиозными общинами Которая должна стать тем незыблемым фундаментом, на котором появится, а я в это абсолютно искренне верю Развитая, богатая и перспективная Украина, которую будут уважать Действительно, в Украине около полторы сотни этнонациональных сообществ И несмотря на такое этнокультурное разнообразие, они живут в мире и согласии В 21 час по киевскому времени смотрите в эфире канала БТБ Программу «Важный день», где эксперты обсудят последствия введения секторальных санкций против России Оставайтесь с нами, до встречи Субтитры создавал DimaTorzok